Я в благодарность городу Магнитогорску могу сказать, что очень редко в другом месте есть то, что находится на магнитной 111 Best Auto. Что находится на магнитной 111 Best Auto? В Best Auto вы покупаете себе машины с минимальным пробегом. Между прочим, в большем случае эти машины ездили в том самом городе, где ничего не солят. Что за машины? Да все машины, которые продавались в любых точках города Магнитогорска, они немного пробежали. Но когда вы приходите сюда, вы должны понимать главный ответ. Здесь машины проверяются. И вы хотели бы что-то купить, непроверенное, этого не получится. Здесь всегда за ними смотрят. Если вам был бы большой интерес, я вас приглашаю зайти вместе со мной, чтобы посмотреть те машины, на которых вы сможете легко уехать. Потому что цена у них в разы меньше, чем у дилера. К сожалению, надо было посмотреть. Но, к счастью, есть кино. И по кино мы видим, как там продают машины и как здесь. По сути событий, на улице все продается, на улице, а здесь на первом этаже. Причем этаж такой, не маленький. А машины, да все, которые продавались в городе. И все в отличном состоянии здесь, на магнитной 111, в Бест Авто. Самая тема немножко в другом. Самая тема в том, что в принципе у этих машин уже в продаже не увидите. Форды уже уехали. Оппери уже закрылись. Их сейчас переделают. Ниссанов тоже нет. Рено вдавали. Так, что остается? Вы хотите взять хороший автомобиль? Берите хороший автомобиль. Где? Да здесь же. В Бест Авто. Потому что здесь вам выдают то, что ранее продавалось. Причем то, что ранее продавалось, по цене, ну скажем так, в два раза дешевле, чем оно оригинальное бы стоило. Я бы вам рекомендовал, подумав головой, решить и сделать грамотный выбор. Где можно поездить на той машине, которая реально может удивить соседа. В чем отличие от рынка? В чем? Здесь дури нет. Здесь машины у вас покупают, и вы довольные берете здесь. Потому как, вернувшись на круги истории 1993 года, новых машин в России, в природе не было. Покупали там, на рынке, в интересном состоянии, привозились к нам. Так вот, они до сих пор ходят, как и будут ходить и эти авто. Сейчас будет вообще прикольно. Да-да-да, я просто внимательно посмотрел цену и говорю, вы хотите, Кашкай, вот такого свежака, свежак настоящий. Только цена практически в три раза дешевле. Практически в три раза дешевле цена, где в Бест Авто? Давайте все-таки определимся, ну сколько он проехал? Да, ну, прокатился немножко. Но машина из той категории, которая вам послужит, и не один десяток лет. Хотя десяток лет вы не будете, вам же нужно что-то свежее. Так вот, свежее всегда вам готовы предложить в Бест Авто. Свежее, красивое, изумительное. Самая в чем проблема, с которой я столкнулся, ну, нас очень сильно имели. Копард, слышали? Тоже есть в Европе. Битые, но восстановленные машины. Как мой Форд. А мы думали, что нет, оказалось все по-другому. Здесь, на магнитной 111, такого нет в природе. Здесь в Бест Авто машины смотрятся и продаются без таких косяков. Вот, вот, две машины, вот, две машины, да, просто две машины. Одна вообще просто сделана для России. Это Volkswagen Polo. Ну, да, 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 да. То есть, такие машины сейчас уже далеко прыгнули за двушку. Почему они прыгнули за двушку? Это вопрос ни ко мне, ни к нам, ни к кому. Вопрос это к нашим товарищам, которые там умудрились в доллар приподнять. Ну, так что, извините, подвиньтесь, тут других вариантов нет. Хотите что-то красивое и ровное, оно будет стоить космос. А хотите некрасивое, но столь же ровное, и которое прослужит бесконечность, вот, пожалуйста, Ford Focus в том самом кузове, который... А, тут не только кузов, тут еще и двигатель шикарный. То есть, две машины, одна чуть-чуть подороже, ну, так, немножко, а другая подешевле. Но два варианта, два варианта, и оба вам гарантируют качество, потому что там движки вот такие. Магнитогорск город уникальный тем, что здесь к топу дорог лучшее отношение к машинам, здесь не солят. Огромное спасибо мэру. То есть, машины в топе, а топ стоит. И даже если нет номеров челябинских, здесь их также проверяют. Почему мне город нравится из этой же серии? К слову, есть желание, есть возможность получить здесь кредит. А, вот здесь свежак, шикарный, свежак, шикарный. То, что внутри вас покажет, что, извините, но это система. Сегодняшняя система, это большие-большие мониторы. И там, вот там есть. При этом, при этом, при этом, цена новой машины в два раза будет. А может быть и больше. Я же не знаю, что сейчас творится. Меня, к сожалению, туда не пускают. Но возникает вопрос. С другой-то стороны, что у нас получилось? Мы хотим это делать, и это делать можно. Даже невзирая на то, что у вас какие-то проблемы. Потому что, когда вы хотите что-то серьезное, а здесь есть все машины серьезные, то есть бросовых вариантов здесь нет. То есть мы, когда приходим сюда, мы говорим, что здесь есть серьезные машины по адекватным ценам. Серьезные машины по адекватным ценам вы можете здесь купить и в кредит. Для этого просто поднимитесь на второй этаж и оформите себе кредитную историю. И поверьте, вы будете шикарны. Конечно, машины приходят и уходят. Но поверьте, тема весьма интересная. Тема в том, что лучше и сочнее нет ни в одном городе. Про соль слышали? Про отношение к трейд-ину? Да чтоб все слилось. В Бест Авто на магнитной 111 таких вещей не может быть. Я-то знаю. Все продается с умом и честностью. В том числе и в кредит. Я недавно залез в интернет, ну, ради прикола. Хотя, с другой стороны, если у вас калькулятор, так вы просто посчитайте, что средний уровень дохода в Советском Союзе, он был примерно, ну, примерно 170-220 рублей. Рублей. Поделите все это дело на 0,59. Ну, короче, сделайте арифметическую прогрессию и посмотрите, сколько раньше стоили машины. Вы думаете, что они всегда дешево стоили? Они никогда дешево не стоили. И для того, чтобы их раньше можно было бы купить, вам необходимо было залезть, ну, кассы взаимопомощи тогда не были. Сегодня сейчас таких касс уже нету, сегодня сейчас это есть кредит. И давайте не будем рассказывать сказки. Просто посчитав наши финансовые средства, скажем, да, конечно, хотелось бы купить машину такую же, как у соседа. И, в принципе, вы ее можете купить даже чуть-чуть круче, чем у соседа. Но если сосед покупал все это дело в кредит, вам же не надо впыриваться и платить столько, сколько он будет платить из своих финансовых средств в этот кредит. Потому что здесь кредит будет дешевле и вкуснее, потому что цена будет в два раза меньше.